Мы продолжаем рассказывать о Дне Тверской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Для гостей была подготовлена насыщенная культурная программа, причем как для взрослых, так и для детей. Концерты творческих коллективов, регионы и сольных исполнителей, спектакли, фестивали и многое другое. Обо всем подробнее в нашем сюжете. В зоне культурных проектов прошла интерактивная программа «Зимняя сказка» в Тверской области в отраслой ограничении 6+. Все роли в спектакле исполнили дети, 36 юных актеров. Спектакль музыкальный, конечно, главная его изюминка кроется в живом исполнении. Сказку уже успели посмотреть жители многих муниципальных округов Тверской области. На московской сцене ее показали в 18-й раз. А на центральном катке ВДНХ прошли показательные выступления фигуристов, конкурсы любителей спорта по забиванию шайбы в ворота. Состоялся товарищеский матч между командами города Твери «Метеор» и «Волга». Шайбу! 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 Юные хоккеисты из Верхневожья, представители команды «Тверичи» активно поддерживали своих земляков. Вперед! Дверь! Мы с тобой! Вперед! Дверь! Мы с тобой! На главной сцене ВДНХ прошла концертная программа «Тверская область. От истоков до современности». Участие в ней приняли лучшие творческие коллективы Верхневожья, а также ансамбль песни и пляски Центрального округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Мужской хор «Русский формат». Прежде всего, это большая ответственность представлять исторически значимый, важный, великий регион Центральной России. Хочу всем пожелать, кто еще не был на территории Тверского региона, обязательно его посетить, ознакомиться с историей, посетить знаковые места, наши музеи, города, проехать, посмотреть наши природные, уникальные ландшафты, реки, озера, вот все, что есть. Но для этого надо огромное количество времени. О предприятии Верхневожья представили свою продукцию ведущие гастрономические бренды. Об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей.